Так, чуваки из класса Д подошли к ней. Смотрят на неё. Нельзя отворачиваться, мудила! Третий день наблюдения за SCP-25-01-20-21. Класс объекта Евклид. Сегодня мы выяснили, что информация засекречена, и данный объект ведёт себя крайне непредсказуемо, и порой даже агрессивно, когда в здании выключается свет. Нет, рекомендуется... Информация засекречена. Ни в коем случае информация засекречена. Да, и... О нет, о боже мой. Кто, мать его, выключил свет? Нам же теперь пи***ц! Что ж, ха во всем, ребятки. С вами, как всегда, Fox Neo, и сегодня мы с вами будем разбираться с SCP. И как лучше всего разбираться с SCP? Конечно же, с помощью анимаций на ютубчике. И сегодня мы будем с вами смотреть самые стрёмные, и, возможно, даже упоротые анимации по SCP, которые я смог найти. Не будем долго тянуть, ставьте лайки, чтобы SCP-2501-2021 вас не сожрал. И поехали! И начнём мы с экстра-популярной анимации, которая называется... В особом заключении среди сосен SCP-анимация. Почти 12 миллионов, мать его, просмотров. Это просто космос. Вот дай мне десятую часть от этих просмотров, и я буду... Я буду просто... Просто... Ну что ж, посмотрим, что из себя представляет анимация на 12 миллионов просмотров. И, судя по всему, здесь чувак просто санимировал различных SCP-шек, которые находятся в особом заключении. Это самые опасные SCP в мире. И я, если честно, не особо шарю за SCP-шек. Я не умею их различать. Я не углублялся прям очень глубоко в эту историю, потому что их там, наверное, уже больше тысячи, и каждый день появляются новые SCP-шек. Популярных можете написать об этом в комменты и описать их. Посмотрим, сколько SCP-шников найдется в комментах, которые шарят за SCP-культуру. И, да, судя по всему, это различные SCP-санимированные, причем санимированные не так уж и плохо. Но в этой анимации нет сюжета. Вот это меня смущает. И на самом деле у этой анимации совершенно другая музыка на фоне, но мне пришлось ее заменить, чтобы мой ролик не забанили к чертям собачьим. И, божечки мои, сколько вообще существует популярных SCP-шек. И сколько по ним сделали игру от этого, чувачка, я знаю, я играл в игру с ним. Да, вот за этого я шарю. Из-за этих тоже шарю, я тоже играл в игру с ними. Блин. На самом деле достаточно прикольная анимация, если бы я еще понимал, что здесь происходит вообще. Нам нужно найти что-нибудь сюжетное, чтобы мне объясняли происходящее. Потому что вот, оп, какой-то колдун. Опа, что происходит? Ах, непонятно ничего. Эх, ты божечки, ты мой. Ой, вот эту вот штуку я тоже видел. Я, правда, не помню где, даже не в игре, тоже в какой-то анимации были эти сраные оригами. И они делали что-то плохое. Да на самом деле я почти всех SCP-шек, которые были в этом ролике, видел. Вот этого тоже видел, вот, к нему была отсылочка в начале этого ролика. А вот эту вот я не видел. Что это такое? Что за мемная хреновина? Это желе заставляет себя любить, а потом пожирает людей. Мне вот стало очень интересно, что это за желе такое интересное? Ладно, давайте досмотрим эту анимацию до конца. А, оно какой-то яд распыляет. Вот это вот стандартный монстр. А вот это вообще не похоже на SCP. О, опять оригами. Летающие в космосе киты. Это тоже SCP? Серьезно? И на пришлэнсы, конечно же. Иллюминатом масона SCP. Как без них вообще? Никак. Вот этого монстра я тоже видел, а вот этого вот нет. Он опять какие-то иллюминатомасонские символы рисует. Что же значат эти символы? Как они связаны с рептилоидами, которые управляют нашим сознанием? Скоро вы узнаете об этом в ноа-шоу. И последний SCP, SCP-монитор. Очень известный SCP-фри-ми. Видимо, этого SCP заперли в старом мониторе. Вот так вот я шарю за SCP. Я вот чувствую, что гневные SCP-шеры уже пишут комменты о том, что да как можно вообще не знать, да как можно дешевле, да? Это, это SCP-185-шер. Фук, стой, просто шмор какой-то. Как можно вообще? Да. Но это меня не остановит. Я пойду смотреть следующую анимацию по SCP. Давайте найдем что-нибудь более упоротое. Следующая анимация у нас называется Никогда не звоните SCP-513-ому. А чё звучит хайпово. А вот здесь мемная музычка, которую я даже вырезать не буду. О да! Как я соскучился по этим упоротым SFM-анимациям с Рикардо Милосом. Вот то, что нужно. Надеюсь, Ютуб меня не забанит за Рикардо, потому что, ну, Рикардо это уже классика. За него нельзя банить. И где SCP-то, собственно говоря? Сидит какой-то чувак, жрет, смотрит на Рикардо Милоса. В принципе, похоже на типичный такой вечерочек. И... О нет! К нему кто-то пришел домой. SCP-513. Интересно, что это за SCP такой? О, мы скоро узнаем. Я не могу с этой музыки. Она такая безмятежная, как будто ничего не предвещает беды. Почему он такой маленький? Он... По сравнению с дверью вообще крошечный. Возможно, он и есть SCP-513. И кто-то позвонил ему в дверь. Кто-то постучал в его дверь. Какой кошмар. Так. Это... Пирамида. Пирамида из говна. Говеная пирамида. Он не понимает, что происходит. Что это такое? На хрена ему это принесли? Итак... Он поднял эту пирамидку. Гантельку говеную. А, это колокольчик! Вот оно что! Нормально, позвонил. Еще раз позвонил. А-а-а! Это и есть SCP-шка, в которую нельзя звонить. Видимо, когда вы позвоните в SCP-513, произойдет что-то очень плохое. Но он не подозревает об этом. Он пошел дальше смотреть на Рикардо Милоса. Потому что, ну... Нельзя отрывать человека от просмотра Рикардо. Тут никак. О, нет. Что-то опять произошло. Появился новый SCP. Ой, спать хочется. Да, ничего необычного. Я тоже, когда вечером сижу у телека, смотрю какое-нибудь шоу и вижу монстра, я думаю, да, устал. Спать пора. Да. Еще кушать хочется. Смотрим дальше. Что же с ним будет во время сна? Просто отрубился. Когда очень хочешь спать. О, у него ковер советский. Прямо как у меня дома был. Да какого хрена ты уснул, мудила? Я тебя испугать пытаюсь. Это седевральная анимация. Надеюсь, что у этого чувака много подобных анимаций. Я бы посмотрел их все. Стрим бы запилил, на котором смотрел эти анимации. Он такой, ну... Наверное, это просто плохой сон. Это шикарно. Чем-то напоминает тех самых друзей, с которыми вы отправляетесь путешествовать. И вот с утра вы пытаетесь просто поспать лишние два часа, а они приходят к вам, просто разносят все вокруг, потому что им вот срочно в 6.30 утра нужно идти смотреть на достопримечательность. И нужно срочно выезжать. А ты просто вон в закорюченной позе пытаешься поспать лишний час, потому что какого хрена? Вот это я, когда путешествую с друзьями, пытаюсь поспать лишний час с утра, когда они пытаются меня вытащить куда-нибудь. Вот с таким же лицом я сплю. Так. Он напекает из дома. Видимо, понимает, что лучше его собьет машина, чем терпеть это дерьмо. А это тот самый SCP-колокольчик, да? Нет, это был Рикардо Милос. Это лучшая концовка, которую я мог себе представить. 10 из 10. И на самом деле у него много подобных анимаций. Вот, к примеру, Never Talk With SCP-035. Никогда не говорите с этим SCP, Никогда не играйте с SCP-079. Если вы поставите, скажем, 5000 лайков под этим роликом, мы обязательно заценим больше его анимаций. Так что ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал, но... А мы переходим к следующей анимации. Причем тоже SFM-кино более серьезное. Это у нас SCP-096 versus SCP-173. Какой-то гениальный versus battle между двумя супер-популярными SCP-шками. Кто же победит? Как вы думаете? Делайте ставки в комменты. Я, кстати говоря, понятия не имею, что это за SCP. Можешь написать в комменты, что Fox-лох, потому что не разбирается в SCP-шках. После этого предисловия можем продолжить смотреть эту анимацию про мракозомби. Мракозомби против... Я вот даже не знаю, как мне назвать вот эту вот SCP-шку, потому что она мне ничего не напоминает. Это, знаете, какая-то советская игрушка. А вот у этой анимации есть сюжет. Причем какой-то очень загадочный сюжет. Что же будет происходить? Они стравили этих SCP-шек и пытаются выяснить, кто же победит. По идее, должен победить этот зомби, потому что если он будет смотреть на вот эту вот игрушечную хрень, которая убивает всех подряд, то она не будет двигаться, если я все правильно помню. Но если он отвернется, то ему капсда, по идее. Ну-ка, кто же победит? Отвернется он или нет? Мы должны с вами выяснить это. Так. Он сейчас нападет? По идее, он должен был победить. Но они начали сражаться. А чем вообще сражается эта хрень? Кто-нибудь задавался этим вопросом? Или эта информация засекречена? И... И, конечно же, SCP-173 победила. Тут без вариантов. Она слишком мощная. Я, правда, не знаю, в чем проявляется ее мощность, но... Факт остается фактом. О, боже! Она убила SCP-096. Как же так? Она... А у нее даже рук нет. У нее лапки какие-то просто. Культявки торчащие из нее. А, нет, он восстал. Он что, бессмертный? Надо почитать об этой SCP-173. Кстати говоря, ребятки, напишите в комменты, в какие SCP-игры мне стоит поиграть. Потому что... Нужно же изучать эту культуру. Этот феномен. Итак, ты опять собираешься на нее нападать? Она переместилась, хотя он не моргал, по идее. Я точно понимаю правильно, как это хреновина работает. Потому что она меня смущает. По-моему, она перемещается, когда ты моргаешь или не смотришь на нее. Точно, точно это работает так. Либо я что-то некорректно помню. Сейчас она его добьет. Нет, он опять напал на нее. Она все равно его победила. А, все, это конец анимации? Вы даже не сказали, кто победил. Они просто все разнесли. Серьезно? Ну как так-то? Кто победил-то? Божечки мой! Как мне узнать? Я же теперь спать не смогу. Ладно, давайте посмотрим еще одну анимацию. И в этой анимации вроде как должна быть вот эта SCP-шка, на которую нужно обязательно смотреть, иначе она устроит геноцид человечества. А, тут на самом деле много SCP-шек покажут. Но мне нужна SCP вон та. 096. Я уже забыл ее номер. Вот она, она. Покажите мне, что она может и что не может. Так, чуваки из класса Д подошли к ней. Смотрит на нее. Нельзя отворачиваться, мудила! Да, если ты на нее не смотришь, она убивает тебя. Стоп! Ну вот, они смотрят на нее! Почему она всех убивает? Как это работает? Мне явно нужно почитать о ней. Хорошо, теперь мы знаем, что она убивает даже тех, кто смотрит на нее напрямую. Но, возможно, они, конечно, моргают. Итак, они закрыли ее. Поможет это им или нет? Какие-то документы сперли. А это вторая SCP-шка. похоже была на того самого зомби. О, класс! Она умеет проходить сквозь стены, но им капсда. Че вообще не умеют SCP-шки? Просто замечательно. В лабораториях SCP когда-нибудь что-нибудь бывает нормально? Потому что сколько я анимации не смотрел, там все время полная вакханалия, полная жесть, полный капсдец. да и во всех играх вот какая-то жесть происходит в лабораториях. Там никогда ничего не бывает хорошо. Для чего эти лаборатории вообще созданы, если там все время кто-то дохнет? Я не понимаю. Вот, там полный геноцид устроили эти SCP-шки. Это ж кобздец. Полная жесть. Ну тут как бы без комментариев. Бедные чуваки из класса D. Им все время достается больше всех. Мне их жалко. Они пытаются вон сражаться, пытаются выбраться, а их кидают просто в самую жесть, в самую жопу. Их не жалко, они просто пушечное мясо. Вот вы видели, сколько этих чуваков сдохло за видос? Это кошмар. Сейчас будет скример? Нет. Опять пушечное мясо отправили. И все, его убивают SCP-шки. Это даже не SCP-шки, это военные. Все. Если вы хотите, чтобы я наконец разобрался во всем этом и перестал тупить, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комменты какую-либо инфу. Я обязательно прочитаю все ваши комменты, ну и увидимся. Бабашечки моя навернулась!